МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей. Хаберлер в студии для вас работает. Асана Библаев сегодня в нашем выпуске. Место целлофановых пакетов в гипермаркетах Республики Крым займут бумажные. Какое место сегодня занимает религия в современном обществе? И Базир и Ясмин Куртвелеевы стали звездами интернета. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны и соглашение о транстихоокеанском партнерстве, соглашение о транстихоокеанском партнерстве представители 12 стран подписали еще в феврале 2016 года. Оно предполагало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дональд Трамп обещал инициировать выход США и соглашение сразу же, как вступит в должность президента США. Ранее в Кремле отмечали, что разделение стран на замкнутые экономические блоки опасно для мировой экономики, поскольку усложняет достижение единого понимания и применение правил международной торговли. Место целлофановых пакетов в гипермаркетах Республики Крым займут бумажные. В Крыму будет построен муссоперерабатывающий комплекс. Цены на эвакуацию транспортных средств повысятся в Симферополе и Симферопольском районе, а также ответ министров на вопросы граждан о перебоях электричества во многих городах и районах Республики. Все это обсуждалось сегодня на заседании Совета министров. Все подробности расскажет наш корреспондент Нариман Тарсинова. На горячую линию Совмина поступают жалобы крымчан о перебоях в энергоснабжении, заявила вице-премьер Лариса Панасюк. Временные перебои с энергоснабжением преимущественно связаны с неблагоприятными погодными условиями, ответил глава Крымэнерго Виктор Плакидо. По его словам, часть отключений вызвана авариями, на сетях часть перегрузки сетей отдельными потребителями. Ситуация с 29 по 23 января была сложной из-за метеоусловий. До 9 штормовых предупреждений мы получали. Этим объясняется и большие объемы отключений. У нас наиболее сложная ситуация была 29, 30, 31 и 9, 10, 11 февраля. Именно в это время нам приходилось задействовать максимально все абсолютно свои... Это разница. Вот смотрите, разделите ситуацию. Там, где аварийность, понятно, мы людям объясняем, и график, то есть, как бы, там, где выезд бригад происходит. А сейчас идет речь просто о ежедневном отключении. Улица Гвардейская, эскадронные разобрались. Я вчера разговаривал с Савчуком, сделали совместный эфир с первым заместителем главы города и с начальником РЭС. Это связано с тем, что именно на этих улицах запускается АРИП. То самое, о чем вы сказали. Мы это делаем в местах компактного проживания, в спальных микрорайонах. Это касается этих двух улиц. Жалоба не в том, что не было напряжения, а в том, что приходится терпеть 5-7 минут при переходе на децентрализованные источники. Но у нас эта работа проведена планово, мы сделали регламент. Раздействительную, опять же, работу, если где-то технологическая цепочка подразумевает включение этих дизель-генераторов. Просто объяснить, приводку им заявить. Кроме того, поступает информация от людей о низком напряжении в Симферопольском районе. В связи с этим Крымэнерго планирует построить новую линию электропередач в Симферопольском районе в феврале. А МинжКХ планирует к концу 2018 года завершить строительство семи мусороперерабатывающих комплексов. Министр ЖКХ Сергей Карпов отметил, что после ввода в эксплуатацию новых объектов все ныне существующие будут закрыты. Данные работы планируется завершить в конце 2018 года. Результатом должно явиться строительство семи автоматизированных мусороперерабатывающих комплексов и пяти муниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части ТКО. На южном берегу свалок не должно быть. И вообще в приморской зоне, то есть вдали населенных пунктов, то есть места должны быть выбраны. А вот Минтранс планирует повысить тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей. Министр транспорта рассказал, что по новым тарифам перемещение автомобилей в Симферополе и Симферопольском районе будет стоить 1650 рублей. В других населенных пунктах и за их пределами 93 рубля за один километр. Также повысятся тарифы за хранение от 11 до 69 рублей за час в зависимости от категории автотранспортного средства. По словам министра, данное повышение позволит более эффективно бороться с нарушителями. Это решение, отметил он, приведет к общему порядку в населенных пунктах с ликвидацией тех заторов, которые сейчас наблюдают жители полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру транспорта республики Анатолию Волкову взять под личный контроль уборку, обслуживание и содержание дорог. По словам главы республики, основной ремонт крымских дорог должен завершиться к октябрю. Все строительные работы на дорогах, мы договорились, должны быть закончены до 1 октября текущего года. Все, никаких в осень, в зиму вхождение больше не будет. То есть как бы ни одному подрядчику это сделать будет не позволено. Для этого надо в мае месяце отторговаться, провести конкурсные процедуры. Тотальную ревизию с привлечением всех служб, о том, как происходила работа и насколько эффективно осваивались бюджетные деньги. Вот и все. То есть другого не будет. Потом мы все данные по итогам проверки все публикуем. А сейчас ваша главная задача, то есть обеспечить подготовку технической документации с тем, чтобы можно было законтрактоваться в марте, в апреле месяце. По крайней мере, ну там самый крайний срок, там середина мая, все не позже. То есть после этого уже все должны стоять на работах. Работы должны вестись в ночное время. Мы говорили с коллегами, то есть как бы в данном случае другого варианта нет. По словам министра транспорта Анатолия Волкова, холодная погода стала одной из главных причин срыва сроков дорожного ремонта в прошедшем году. При этом министр подчеркнул, что подрядчики выполняют гарантийные обязательства и добросовестность подрядчиков будет учтена в формировании работ на текущий год. В подсобном помещении на территории парка Львов-Тайган обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления следкома по Крыму. Директор парка Олег Зубков сообщил, что смерть произошла в результате укусов собак. Белогорский районный следственный отдел возбудил уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебных экспертиз. Восточный обход Симферополя, а точнее перекресток дорог в районе Луговое и Строгановки вызывает массу недовольства у местных жителей. Пешеходный переход плохо обозначен, а водители машин и вовсе игнорируют знаки. Представители соответствующих служб кормят завтраками. Наша съемочная группа в середине июля прошлого года уже выезжала на место событий по просьбе наших соотечественников. Но проблема по сей день так и не решена. Из-за отсутствия светофора знак пешеходного перехода водители чаще всего игнорируют. В результате не один десяток ДТП с пострадавшими бывало, что и со смертельным исходом. Как утверждают местные жители, это не обычная дорога, а настоящая гоночная трасса. Огромный поток автомобилей и не меньшее количество пешеходов. Только пропускать людей, несмотря на знак, никто из водителей не торопится. Жители ближайших поселков ежедневно на свой страх и риск пересекают опасный участок дороги. Очень опасное место, постоянно много машин. Особенно в летний сезон эту дорогу перейти невозможно. Движение машин здесь также осложнено. Восточный обход Симферополя – дорога республиканского значения. Здесь наблюдается постоянное движение грузовых, легковых и автобусов междугороднего следования. Ко всему прочему, по этой дороге проезжают еще и маршрутные такси, которые сворачивают в сторону села Строгановка. Водители автомобилей, как и пешеходы, страдают из-за отсутствия светофора. Говорят, чтобы выехать на трассу, приходится подолгу стоять на перекрестках. В данный момент, посмотрите, как можно здесь выехать. Дороги недоделанные, брошенные. Постоянно здесь аварии. Постоянно идут движения. Ну как? Надо как-то продумать городским властям, чтобы они помогли нам и решили этот вопрос. В селах проживает очень много детей и стариков. Ежедневно родители вынуждены в буквальном смысле опасаться за жизнь своих детей. Ведь, чтобы попасть в школу, ребятам нужно перейти дорогу. Однако больше всего в этой ситуации страдают пожилые люди. По полчаса ждем, пока откроется для пешехода дорога. Она не открывается, а мы сами выбираем. Лезем под машину. Уже здесь было несколько трагических, смертельных происшествий. Местные жители неоднократно обращались с различной инстанцией, но ВОЗ и ныне там. Подземного или воздушного переходов как не было, так и нет. А светофора уж тем более. Еще в июле прошлого года служба автомобильных дорог Крыма было отправлено письмо о том, что к концу 2016 года на данном участке дороги будет установлен светофор. Конец января. До сих пор результатов никаких нет. Наши обращения все проигнорированы. Мы ждали. Весь поселок был надежден. Слушай, на сегодня мы будем нормально жить, нормально пользоваться этими услугами. Но ничего до сих пор не установлено. Скажите, пожалуйста, до каких пор жители микрорайона будут так мучиться? Помимо письменного ответа на наш запрос в начале декабря прошлого года, экс-начальник службы автомобильных дорог Крыма Игорь Кравченко прокомментировал ситуацию так. Мы идем по плану. Мы ждем сейчас уже непосредственно сам светофорное оборудование. Мы уже заказали, оплатили его. Поэтому мы планируем, что до нового года мы введем эксплуатацию там светофоры. То есть, если поставщики не подведут. На повторный запрос службы автомобильных дорог Крыма ответили, что вопрос по установке светофора включен в перечень первоочередных объектов, на которых их необходимо установить. Телеканал «Миллет» будет продолжать следить за развитием ситуации. Айша Шулакова, Алишер Алимов, Телеканал «Миллет». Организация Объединенных Наций признала российский статус Симферополя. Столица Крыма одним из первых российских городов получила международный сертификат, свидетельствующий о высокой защищенности людей от возможных природных и техногенных катастроф. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым. В ведомстве также отметили, что программа «Мой город готовится» осуществляется в рамках международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий. За время работы программы в ней приняли участие более 3000 городов из 119 стран мира. Однако российские города участвуют в ней впервые. Детские карты Украины без полуострова Крым продаются в магазинах Харькова, сообщается на портале города. Указывается, что детская развивающаяся игра «Страны плюс флаги плюс столицы», появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии «Вундеркинс Пеленок». В самой типографии ссылается на недосмотр дизайнера. Какое место сегодня занимает религия в современном обществе? Как влияют религиозные объединения на молодое поколение? И что нужно сделать, чтобы религия не превратилась в оружие, а молодежь – в солдат на службе радикальных истремистских организаций? Узнать ответы на поставленные вопросы удалось нашему корреспонденту Султане Меджид. Сегодня в ходе «Круглого стола» крымская молодежь обсудила вопросы взаимодействия общества и религиозных структур. В частности, говорили о том, каким образом изучается религоведение на территории республики и как обезопасить себя от влияния экстремистских организаций. В качестве экспертов на мероприятии выступили общественные деятели, эксперт в области религии и сектанства Алексей Возняк, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и религоведения Крымского федерального университета имени Вернадского Ольга Грива и представителей религиозных конфессий. Заместитель муфтия Республики Крым Айдер Исмаилов рассказал о том, кто чаще всего становится жертвами экстремистских радикалов. Все сошлись на том, что есть много факторов, которые влияют на то, что люди приобщаются к каким-то радикальным экстремистским мыслям и действиям, и это потом переходит в насилию. Такие факторы, как социальная необеспеченность, неграмотность в сфере религии, незнание культуры друг друга, какие-то психологические факторы, травмы, полученные в семье, отсутствие авторитета и так далее. На мероприятии присутствовали и студенты. Каждый из них имел возможность высказать свое мнение и задать интересующий его вопрос. Участник дискуссии Дмитрий Попов считает, что самое главное – это наличие религиозных знаний у молодых людей. Если человек живет по заповедям, именно по принципам своей веры, если он знает, если для него вера – это образ жизни, тогда он никогда не попадет в ловушку религиозных каких-то вот именно экстремистских организаций. Я считаю, что, конечно же, нужно знать все религии, которые у нас есть в Крыму. Во-первых, для того, чтобы уметь проповедовать этим людям, чтобы они узнали твою позицию, твою истину. И, во-вторых, чтобы научиться их любить, чтобы их понимать, потому что если ты их не любишь, не понимаешь, то ты не сможешь с ними общаться и не сможешь донести до них свою мысль. Также заместитель муфти отметил важность изучения религии не только в стенах учебных заведений, но и в семье. Главное – это, во-первых, внушение правильных традиционных ценностей, если мы говорим об исламе, то это мусульманских ценностей в семье, детям, то есть со стороны родителей. Вот это первое. И второе – молодежь, если мы говорим об исламе, то должна прислушиваться авторитетного мнения традиционных религиозных институтов. Для мусульман Крыма – это духовное управление мусульман Крыма. Дискуссионная площадка клуба была организована при содействии Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма и Министерства образования республики с целью подготовки молодых лидеров, востребованных в сферах государственного управления. Султан Емиджи, Тедем Исмаилов, телеканал Милет. В Бахчисарае баптисты распространяют календарь на крымско-татарском языке. Об этом сообщил имам местной мечети. Неизвестная активно популяризирует стихтанскую литературу на крымско-татарском языке. Литература оформлена в мусульманском и восточных стилях. Тираж оставляет 3000 экземпляров. Отпечатана типографией полипринт. Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь призывает наших соотечественников не подаваться на предложение приобрести данную литературу, а также быть бдительными. Эти календари брать и использовать мусульманам Крыма не стоит. Для мусульман Крыма, если речь идет о религиозных календарях, то Духовное управление мусульман Крыма издает календари. И именно необходимо обращать внимание на то, есть ли логотип духовного управления мусульман Крыма. Что касается именно календарей на крымско-татарском языке, то мы считаем, что присутствует определенная попытка подмена понятий. То есть крымско-татарский язык воспринимается как язык мусульманского народа, поэтому все, что на крымско-татарском языке преподносится мусульманам Крыма, оно априори как бы свое воспринимается в кавычках, поэтому без фильтра сразу в подсознание уходит. То есть мусульмане Крыма должны быть внимательны. Азербайджанский публицист, ашик, музыкант Метлеб Барат Огла Мемешев посетил Крым с творческим визитом. Нашей съемочной группе также удалось познакомиться с публицистом и услышать романтическую игру на музыкальном инструменте «САЗИ». В начале мероприятия с приветственным словом перед гостями выступила заместитель директора Республиканской крымско-татарской библиотеки имени Гаспринского Лиля Кадырова. В библиотеке в таком маленьком, уютном, я думаю, очень доброжелательном помещении будет проходить мероприятие, я даже, знаете, не побоюсь сказать исторического значения, потому что такое мероприятие у нас впервые. У нас все, что связано с «САЗом», у нас прекрасный в Крыму, мы все это знаем, известный не только в Крыму, но и за пределами во всем мире, известный ансамбль, польклорный ансамбль. Затем гость из Азербайджана сыграл на струнном музыкальном инструменте, который появился более трех тысяч лет назад. Также мастер игры на «САЗе» рассказал о том, что изготовление музыкального инструмента – это длительный и трудоемкий процесс. Обычно мастера используют несколько пород деревьев для изготовления различных частей «САЗа». Корпус делают из отборных видов тутовника. Гриф бывает вишневый, а перемычку, на которую с помощью деревянных гвоздей собирают инструмент – из твердого ореха. «Мне очень приятно находиться в Крыму. Я горд тем, что мне предложили провести творческий вечер в библиотеке имени Гаспринского. Цель моего визита – увидеть, как живут различные народы в Крыму. Самое главное – мир и дружба между представителями всех национальностей. Каждый из нас должен помнить, что только добрые отношения и любовь к близким – это залог здорового общества». Мероприятие было организовано библиотекой совместно с региональной Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Крым. По словам заместителя председателя общественной организации Азербайджан Республики Крым Арифы Мухтаровой, игра на «САЗе» лечит душу и погружает в уникальный мир древнего тюркского искусства. «В Азербайджане очень знаменитая профессия Ашиклык Этьмэль. Ашиклык Этьмэль сравнивается, если честно сказать, есть в мечетах играет, поет азан, есть в церкви звон. Это Ашик, когда поет, создана рука, инструмент национально-азербайджанский, и когда он играет, мы чувствуем, что мы попали в рай». Председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Крым Гафис Абасов подчеркнул, что на протяжении многих лет Республиканская Крымско-Татарская библиотека имени Гаспринского является центром взаимодействия тюркских культур. «Такое искусство, как искусство Ашуров, так у нас называются эти мастера, мастера музыки, мастера слова, которые могли в своих песнях, стихах восхвалять все, что связано с родиной, все, что связано с матерью, все, что связано с семьей, культурой и так далее. Культура, связанная с искусством Ашуров, это та культура, объединяющая, наверное, всех тюркских народов, поскольку она с древнейших времен». Среди гостей на мероприятии присутствовали и представители различных общественных организаций, музыканты крымско-татарского фольклорного ансамбля «Харам», владеющие игрой на САЗе, Ресуль Халил и Крем Абхаиров, а также представители азербайджанской общественности. Они также отметили, что САЗ – это символ родины, любви к родной земле, родному языку, способ воспевания вечной темы любви. Сабрия Халиляева, Эльмара Мустафаева, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Ибазир и Ясмин Куртвилиевы стали звездами интернета. Популярность ребятам принесли юмористические видео на YouTube-канале «Ибазир Харбабай». Ибазир и Ясмин инсценируют небольшие шуточные сценки, связанные с бытом крымско-татарского народа. Своей харизмой они уже завоевали сердца многих наших соотечественников. С юными талантами познакомился наш корреспондент «Ибазир и Ясмин Куртвилиевы» и не забывать о традициях, быть патриотами своего народа, призывать в своих постановках ибазир и Ясмин Куртвилиевы. Мне пришла в голову такая мысль, что мои ровесники не знают крымско-татарский язык. Или знают, но очень плохо. И я решил воплотить этот образ моих сверстников, только высмеивать их будет такой добрый и когда надо злой Харбабай, Ибазир Харбабай. Мои ровесники, смотря на себя со стороны, смеялись сами над собой и при этом делали какие-то выводы. Брат и сестра Ибазир и Ясмин Куртвилиевы учатся в 42-й школе имени Шившемезаде, Ибазир в 7-м классе, а Ясмин в 4-м. В постановке юмористических сценок всегда помогает мама. Она у нас и сценарист, и постановщик, признаются юные таланты. Помимо учебы Ибазир еще занимается тайским боксом, а в свободное время новыми сценировками. Брат и сестра планируют связать свою жизнь с телевидением. Сейчас началась работа над новым видеороликом, который называется «Э». Он высмеивает маленьких детей, ну не маленьких, моего возраста, чуть помладше, чуть постарше, которые не знают крылско-татарского языка, и на вопросы от родителей или от Харбабаши отвечают постоянно «Э». Одноклассники отметили, что канал Ибазир Картбаба поучительны, а постановки интересные. Хороший канал, который может развивать ваш язык, поможет узнать новые слова, очень шуточный и можно посмятный. Побольше бы таких каналов, чтобы на ютубе больше не было агрессии, лучше бы были шутки. И подписывайтесь на его канал. Ибазир и Ясмин признаются, главная цель видеосюжетов – показать красоту диалектов крымско-татарского языка, обычаев и традиций нашего народа. Ребята уверяют, уже в ближайшее время появятся новые шуточные постановки. Мавилея Юбенвера Плэзис, телеканал «Миллет». Просим вас обратить внимание на следующее объявление. 27 января в Кировском районе состоится выездная юридическая консультация Госкомнация. Прием граждан будет проходить с 11.00 до 14.00. По адресу улицы Роза, Алексеембург, 39. Для предварительной записи следует позвонить на стационарный телефон 41-277, либо на мобильный плюс 7-978-745-9109. Это были все новости на сегодня. Не переключайте телеканал «Миллет». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире.